Быть скульптором для меня, это значит заниматься любимым, но тяжелым делом несмотря ни на что, и радоваться жизни. В скульптуре я пришел через друзей детства скульпторов. То есть, друг детства скульптуру заканчивал, папа скульптуру заканчивал, мама керамику заканчивала. Потом, когда учился в Строгановке на металле, у нас скульптура была профилирующий предмет. И потом, когда мы уже по окончанию вуза, дальше с ребятами в кружке скорого рисунка работали, сейчас простая школа, как-то вот налепили, работали с моделью, и у меня в какой-то момент выкристаллизовалось просто. То есть, мне нужно было делать куда-то выбор. Получилось так, что постепенно я понял, что я все-таки скульптор. Это, на самом деле, путь. То есть, скульптура – это путь поиска себя, прежде всего. И он получается такой основной, этот коридор, по которому ты пошел в поиске себя, а, соответственно, есть какие-то ответвления. Ты не можешь себя искать только в скульптуре. Она же – это просто такая точка приложения. То есть, все, что в мире происходит, мысли об окружающем мире, анализ мира, изучение мира, оно просто тобой потом… все наработки прикладываются вот в твою профессию, в выбранную тобой такую дисциплину. Поэтому параллельно происходят очень многие процессы, конечно, у человека. Но это, конечно, формирует все равно и сознание, соответственно. То есть, любая профессия есть какие-то… Ну, профдеформацией не хочется это называть, но, конечно, оно начинает человека характеризовать, начинает человека… Не начинает, а вот оно его формирует постоянно. И мне очень важен внутренний мир человека, которого я изображаю. То есть, мне важно понять, мне важно с ним долго поработать, то есть, мне важен этот он, существующий в сегодняшнем дне, да, то есть, это… Получается, что важен человек, важна сегодняшняя ситуация и важна моя интерпретация этого и мой какой-то поиск какого-то объединения этого всего. Ну, и самый простой показатель, если, наверное, не усложнять, ты вот порисовал, полепил, да даже просто там с Бамосом поразбирался, если я про это, например, говорю, своей аудитории, своим ученикам, вот, которые дадены, они потом говорят, я вот ехал в метро после вашего, да, занятия, и вот я уже там смотрел по-другому на голову людей. Ну, точно так же и я, вот я портрет начинаешь лепить, и ты, ну, человека. Казалось бы, скульптурой занимаешься, и фигуру делаешь. Портрет полепишь, и ты входишь в метро, и по-другому смотришь на лица людей. Вот вы, кстати говоря, застали тот момент, когда буквально в прошлом сеансе, не сегодня, а вот за день, мы чуть-чуть поменяли позу. То есть мы вот эту вот руку даже поменяли, она вот сейчас вот так вот находится, и по мне поза оказалась по-настоящему найдена. На самом деле рисунок необходим. Не важно даже, что получилось на бумаге, важно то, что ты увидел. Если попросту сказать, то в рисунке те задачи, которые нужно там, ну, такие простые, да, поставить движение, найти какое-то отношение масс, да, расстановку их больших форм, общее какое-то движение, но оно, конечно, материал более податливый, бумага и карандаш, и ты это можешь сделать. Не получилось быстро другую, нежели ты там гоняешь это в материале в глине, перелопачиваешь. Ну и, соответственно, если у тебя вот это вот быстрее, быстрее, быстрее получается, нарабатывается, то когда у тебя вес побольше, серьезный, да, там, скульптура, то тебе его легче поднять, ну, вот, и легче там увидеть это, то, что надо делать, к чему надо идти. Вот. Вот. И, на самом деле, поэтому все эти в серьезных учебных заведениях выстроено рисунок скульптуры, рисунок скульптуры, утром рисунок, после него скульптура. С утра ты разрисовался, посмотрел свежим взглядом и увидел, да, и через это, через графику, через какую-то простоту линии, а потом лепишь. Я думаю, что человек, который очень серьезно занимается своим делом, да, он находится в момент присутствия, да, в мире, присутствия в деле, ну, в общем, не какая-то внешняя шумиха, какой-то серьезный процесс, если происходит, и он их, для него они важны, он их сохраняет и всячески трепетно и внимательно к этому относится, то он почувствует, когда ему нужно пойти на что-то посмотреть, где-то что-то увидеть, он почувствует, ну, как вот кошка знает, какую травку съесть, да, это что-то, наверное, можно с этим сравнить. Раньше, наверное, более юному созданию, формирующемуся энергично. Надо смотреть больше, надо впитывать больше, и там потребность естественная в этом, да, то есть я могу это, это, это. В институте много дисциплин одновременно, преподавателей много, и можно слышать много мнений, они как-то там фильтруются, устаканиваются, воспринимаются энергично. Ну, у меня другая пора просто. Сейчас мне ну, какое-то количество нужное мне дается. Я вот отвечаю как-то тяжело и сложно на вопросы, наверное, да, и мне кажется, мне трудно как-то все дается, и мои скульптуры трудно даются. Ну, у меня такое ощущение, что они как-то, не знаю, то ли выстрадываются, может быть, у меня, ну, там, не знаю, не хватает чего-то, и там, неважно, интеллекта, напора, в свое время не могу сосредоточиться так, чтобы вот выдать, и это было легко. Оно немножко растягивается во времени, ну, вот. Я понимаю, что мои скульптуры, все, которые я доделал, они очень непросто мне дались, и мне, если я потом возвращаюсь, я смотрю на них, и понимаю, что там что-то не то, мне ни в коем случае не хочется там ничего переделывать, потому что у меня вот от них усталость, что ли, какая-то. Я могу сказать, что да, вот оно красиво и хорошо получилось, но точно не могу сказать, что мне что-то хочется в них переделывать. Ну, хочется другое делать, другое выстрадывать, но точно не к старому так возвращаться, который уже, ну, в материале там и в выставочном качестве находится. мне очень хочется, ну, вот мы сегодня говорили, мне хочется очень выставку сделать и что-то суметь сказать через выставку. И он говорил, что не одна работа, да, ну, наверное, так, я хотел бы сделать выставку такую, которую я хочу. Выставка, наверное, сможет быть отражением того, что вот я что-то смог, что-то родилось, я родился. Если я что-то сказал, если я сделал выставку, я что-то сказал, значит, я, мне есть что сказать. Смог в себе это аккумулировать. Ну, вот, наверное, вот это для меня очень важно. Ну, слово «сбыться», «статься» приходит на ум. Это какое-то такое, если прям совсем одним словом. Ну, это мне важно, потому что много очень внешнего, много распространения было на какие-то попутные дела, наверное, ну, житейские или там преподавательские, ну, связанные, сопряженные с основным вот этим моим путем. Опять же, выставка – это то, что я, наверное, смог твердо встать на свой путь. Ну, вот это, наверное, самое важное сейчас. И важно еще, чтобы у, наверное, близких людей, которых я люблю, что-то подобное получилось. Для меня важно. Ну, вот так. Спасибо. 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 Спасибо.